Слава Иисусу Христу! Христос воскрес! Пожалуйста, садитесь. Слава Богу, что мы можем сегодня быть вместе с вами, потому что мы, как одна команда, служим в Попановой Гвинеи. Спасибо, что Ваша Церковь сегодня едет в Попановой Гвинеи, молится за Попановой Гвинеи и жертвует на Попановой Гвинеи. Поэтому спасибо пастырю и спасибо всем вам, кто служит вместе с нами там. Сразу же хотел бы спросить, кто прочитал уже эту книгу? Книга называется «Мечты сбываются, если верят». Есть такие люди? Ну, не так много, да? А кто за нас вообще молится, друзья? Есть такие люди? Слава Богу. Хорошо, значит, сегодня мы сейчас все вместе поедем по Попановой Гвинеи. Вы не против? Слава Богу. Меня зовут Женя, кто не знает. Бог подарил мне прекрасную жену Иру. У нас есть двое детей, двое наших, 11 из Попановой Гвинеи. Мы вообще с Украины, но уже 9 лет мы служим в Попуа, Новая Гвинея. И мы немножко расскажем об этой стране, культуру и что мы там делаем. Население этой страны 7 или 8 миллионов человек точно никто не знает. Государственный язык «пиджин». Это смесь английского, японского, немецкого и других языков. Мы выучили этот язык и свободно говорим на нем. Мы выучили этот язык и свободно говорим на нем. Это так, немножко пожелание на пиджине. Можешь перевести? Он сказал, вы мне очень понравились, очень хорошие братья и сестры. Пускай Бог благословит вас, вашу церковь. Пускай вы выйдете за пределы этого города и будете служить ему за пределами этого здания. Также особенность страны Попа, Новая Гвинея, что там есть 850 других языков. Большинство людей живут в отдаленных деревнях, куда очень сложно добраться и доехать, потому что или нет дорог, или они очень-очень плохие. Всем привет из Попа, Новая Гвинея. Кто знает, как называется эта птица? Кто сказал курица? Нет, это не курица, это касавари, или по-русски казуар. А знаете, почему вы поставили фотографию здесь? Потому что выражение лица вот этой курицы очень хорошо похоже на выражение лица любого папуаса, когда он видит белого человека. Так что если вы приедете в Попа, Новая Гвинея, вам там будут очень-очень рады. Вот такие хижины живут папуасы, это такая обычная хижина, она сделана из соломы, из бамбука, накрыта соломой. И нас в Америке спрашивают, скажите, а у вас там есть красивая мебель? Я вам не могу точно сказать, потому что я не знаю, что вы имеете в виду красивая мебель, потому что внутри вот, да, вы видите, что происходит внутри, там в середине есть костер, и вокруг этого костра, как попало все в перемешку с животными и всеми остальными. Вот так вот люди спят на картонках, на матрасах, вот так вот они живут. Что они едят? Это обычно сладкий картофель, свит потайта. Они едят его каждый день, постоянно. Мы тоже это едим. Что мы едим? Мы едим овощи, фрукты. И на ужин у нас стабильно рис. Рис, приготовленный на воде с листочками тыквы, другими разными листочками. А я вообще рис не люблю есть, и для меня это вызов. И я помню, когда я первый раз, мы живем год там, и мы едим рис, и я уже начинаю молиться, и говорю, Бог, сделай что-то. Я уже видеть не могу этот рис, не то, что есть его. И Бог сделал для меня чудо. На следующий день был ужин, снова рис. Но когда я начал его есть, он стал мне таким вкусным, как будто я ем жареные шашлыки. Я кое-что понял. Оказывается, когда Бог посылает человека на миссию, на служение, Он подготавливает его желудок, чтобы есть ту еду, которую раньше, если бы мне сказали, что я буду есть рис каждый день без мяса, я бы сказал, это невозможно. Но Бог производит и хотение, и действие. Поэтому, слава Богу, это обычная игрушка детей. Вы можете видеть, у них нет машины, кукол, все, что они могут, это сделать игрушки из подручных материалов. Большая проблема по плану Игвинеи в том, что там нет дорог. И поэтому, даже если у тебя есть машина, ты на ней особенно никуда не уедешь. Можно медленно очень листать. Вот так вот ты идешь, речка разливается, моста не отойдешь просто через речку, через горы. И люди не жалуются. Это их нежизненный стиль. Эта машина, кстати, переехала на тот берег, или как бы переплыла. Не спрашивайте, как. Там очень плохие дороги. И не спрашивайте, как мы переезжаем через эти мосты, пробираемся. Часто нужно было откапывать, камни убирать. Это местная маршрутка. И в таких условиях очень низкий уровень медицины. Вы видите, скорая просто не может проехать по таким джунглям. Госпиталей нет. А даже если есть здание больницы, там все равно либо нет врачей, либо нет медикаментов. Если ты живешь в отдаленной деревне, то ты просто умираешь, ты обречен. Можно вот дальше. Вот на этой фотографии видите, у этой женщины заболел ребенок. И ему не было даже еще года. Но женщина живет в деревне, до госпиталя нужно идти пешком 8 часов. Нет машины ни у кого, чтобы ее подвезти. И поэтому она взяла своего ребенка и понесла его в больницу. И она прошла уже 6 часов. И потом ребенок умер. Ей не хватило времени, не хватило 2 часа, чтобы донести его. И это их жизнь. Если ребенок вообще, когда рождается, сразу же ему даже имя не дают, потому что они не знают, он выживет или нет. Так что если вы врач, и Бог вас призывает на миссию, помолитесь и подумайте, возможно, по-новой гвенеи, это именно то место, где Бог хочет вас видеть. К сожалению, 5000 жизней уходят каждый год из-за племенных войн. Есть три самых главных причины, почему они воюют. Это свинья, жена и земля. Буквально два месяца назад, там, где мы живем, была война. Просто два племена решили воевать на нашей территории. И для нас это была возможность послужить им, рассказать им Евангелие, съездить к одному племеню, ко второму. И часто мы не просто проповедуем Евангелям, а мы являемся такими посредниками, чтобы принести мир. И слава Богу, Бог хранит и использует нас, чтобы был мир. Вот так выглядит церковь у Павлова и Гвенеи. И я хочу вам сказать, у вас прекрасное здание, дом о молитве, мне очень нравится, тут очень уютно. Очень есть хорошие стулья, на которых можно сидеть. Самое главное, что у нас есть крыша над головой. И мне очень нравится микрофон, который я держу. Можно переключить. Вот так выглядит микрофон по Павлова и Гвенеи. И привет, ребятам, сверху. Спасибо, что вы нас включаете, выключаете. Спасибо большое. Я очень рада, что мне не приходится держать вот такой кон. И если ты идешь в такую церковь, и идет дождь, вот можно переключить. Это я в церковь просто сходила. Это мои ноги. Знаете, если ты идешь в церковь, здесь, в Америке, мы уже месяц, я ни разу не видела, чтобы у вас шел дождь. У вас вообще дожди бывают? Ну как-то так капает что-то, знаешь. Знаешь, если идет дождь, по Павлова и Гвенея, ты ничего не видишь. Ты выходишь на 2 секунды, и ты полностью мокрый. Вот так вот вытягиваешь руку, и ты не видишь свою руку. Это ливень. И вот, допустим, ты идешь в церковь, и идет дождь, и ты мокнешь, и все люди мокнут. У ни у кого нет зонтиков. И никто никуда не уходит. Я не говорю о том, что служение идет час. Час — это только пение. После пения будет еще Слово Божие. Но никто никуда не уходит, и никто не хочет идти домой. Они стоят и мокнут, потому что они холодные, по Слову Божьему. И знаете, часто мы думаем, что мы такие вау, мы такие белые миссионеры, мы все знаем, и мы приехали научить дикарей. Но знаете, у этих людей есть очень много, чему нас научить. Например, тому, что нужно поменьше смотреть на часы и побольше смотреть на небо. Итак, что мы делаем? Первый раз мы приехали в 2011 году, и все началось с детского служения. Мы увидели, что с детьми никто не занимается. И кто помнит, мы два года назад рассказывали больше о том, что мы делали. И на данный момент Бог благословил, есть уже детское и молодежное служение. Два года назад мы просили вас молиться. Бог позволил, мы смогли организовать церковь. Называется «Промисс Ленд». Вернитесь к церкви. У нас есть две цели нашего служения. Это «One more soul for Jesus and make disciples». Оно основано на Библии. Матвея 28, 19, 20. Идите, научите все народы. Go and make disciples. И мы стремимся к тому, чтобы еще один человек пришел к Иисусу и делает учеников. Как мы это делаем? Мы верим в то, что если человек по-настоящему принимает Христа, он готов уже рассказать другому. Он готов засвидетельствовать о том, что Бог сделал его жизнью. Несмотря на то, что он может один, два или три дня всего лишь верующий. Он может рассказать о том, что он спасен, что он имеет Иисуса. И второе, Бог мне показал такой принцип. Для примера, если я каждый день буду говорить Евангелие одному человеку, сколько человек услышит Евангелие за одну неделю? За семь дней. Семь человек. А если я возьму, допустим, шесть папуасов, и я научу их делать то же самое, что делаю я. Я не могу их научить делать то, что я сам не делаю. Аминь, братья и сестры? Они не будут делать. Я могу очень красиво проповедовать, я говорю, братья и сестры, давайте читать Библию, давайте молиться. Но если я сам это не делаю, они этого делать не будут. Я могу так красиво проповедовать и говорить, давайте будем рассказывать Евангелие, будем что-то... Но если я сам этого не делаю, они этого делать не будут. Даже в духовном мире это не сработает. Как бы ты красиво не проповедовал и рассказывал, что ты это делаешь, но если ты это не делаешь, другие делать этого не будут. И Бог нас этому научил, поэтому, смотрите, если я научу шесть папуасов делать то же самое, рассказывать Евангелие одному человеку в день. За целую неделю мы семь, я и шесть папуасов, если мы будем проповедовать Евангелие одному человеку, то через семь дней за одну неделю сколько человек услышит Евангелие? Сорок девять. Разница есть и очень значимая. Поэтому молитесь за развитие церкви. На данный момент нас посещают воскресные служения больше, чем 200 человек. Это 100 взрослых и больше 100 воскресной школы. Воскресную школу мы разделили уже на три группы. И есть воскресные учителя. Примерно 50 человек в церкви это люди, которые служат, которые задействованы в каком-то служении. Я вообще не верю в то, что верующий человек не может просто ничего не делать. Не может просто ничего не делать. Если я часть тела Христова, я должен что-то делать. Вот посмотрите, мое тело, оно нормально вообще работает или нет? Вот я говорю, рука вверх, вторая, почухай голову, ухо есть. Я вас слышу, язык есть, разговариваем. Получается, ну вроде бы, иногда притормаживают, когда устоя, но вроде бы работает нормально тело. Но так же самое церковь. Если я член тела Христова, я должен что-то делать. А если я ничего не делаю, то я, тогда я нохоть, оказывается, которую нужно отрезать. Иисус говорит очень конкретно, если вы не приносите плод, в Иоанна 15 главе, то что с такими делают? Отсекаю, да, кто не приносит плод. Поэтому, слава Богу, что мы смогли за два года провести четыре крещения, и больше сорока людей крестилось, церковь растет. Молитесь о том, чтобы церковь, она была живым свидетелем Иисуса Христа. Также у нас есть служение милосердия. Мы смогли вместе уже построить четыре новых дома для вдов и сирот. Одна вдова рассказывает, что у нее настолько был разрушен дом, что когда пролетал самолет, она говорит, мне не нужно выходить наружу, потому что я все видела внутри. У нее настолько были большие щели в крыше, и четыре дома мы строим в данный момент. Поэтому молитесь за это служение. Вот этого малыша зовут Мануэль. Некоторые из вас уже знают его историю, но еще раз расскажу, когда он сейчас уже с Богом, он на небе. Когда его к нам принесли, просто прибежала девочка и начала кричать что-то, что за ней гонятся злые духи, бросила нам какой-то такой сверток и убежала. И когда мы загнули в эту сумку, мы увидели там этого малыша, вот на фотографии даже не так видно. Он был очень-очень худой и очень слабый, и он даже ходить не мог, но он был еще живой. И мы не знали даже, как его зовут, поэтому мы назвали его Мануэл, что значит с нами Бог. И он с нами был некоторое время, может быть, две или три недели, мы очень старались его откормить, чем-то накормить, напоить, вылечить, но у нас не получилось, и он умер, и это случилось на Рождество. И знаете, я никогда не была в Америке на Рождество, я не знаю, что происходит здесь, но я с Украины, и я точно знаю, что в Украине на Рождество очень много еды, и эта еда портится, уже праздники закончились, все наелись, еду девать некуда, и просто выбрасывается очень много еды. А тут у тебя на руках умирает ребенок от голода на Рождество, и ты понимаешь, что ты не можешь жить так, как раньше, ты не можешь тратить свою жизнь, свое время, свои деньги, свою еду просто для ничего. И знаете, я не могу накормить всех, я очень хотела его спасти, но у меня не получилось. Я не могу спасти всех, но я могу спасти хоть кого-то. Одна мессонетка сказала так, я не Иисус, я не могу изменить мир, только Бог может изменить мир, но что я могу сделать, это изменить мир для кого-то одного. И после смерти Мануэля мы начали служение в Милоседии, Женя говорил, что мы строим дома, вот, может, дальше мы кормим людей, мы берем медикаменты, идем в отдаленные деревни для того, чтобы помогать им с медициной, можно здесь остановиться. Мы, также к нам люди приходят постоянно. Знаете, я хочу, чтобы вы посмотрели на жизнь нашими глазами. Это если вы думаете, что мы ангелы, сошли с небом, мы бесчувственными, ничего не чувствуем, это неправда. Мы такие же люди, как и вы, мы устаем, как и вы, у нас болит голова, болит живот, у нас бывает плохое настроение, у нас все бывает так же самое, как и у вас. Но я просто хочу, чтобы вы так представили себя, на вот нашем месте. Спите вы дома у себя, никого не трогаете, уже все запланировали, что будет завтра. И тут вдруг у вас будет стук в дверь. Девочка прибежала, три часа ночи на часах, правильное время для посещения. И она говорит, спасите, помогите, там сзади вашего дома женщина рожает. И она мне говорит, ножницы захвати и приходи. А я говорю, подожди, 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 какие ножницы? Ты что, я же не врач, я не медсестра даже, но я могу там понадолго, я не знаю, как принимать роды. Спасибо, что зашла, молодец, увидимся завтра. Она мне говорит, не-не-не, подожди, говорит, ты что нервничаешь? Не нервничай, ты же белая. Белые все знают. И я быстренько хватаю эти ножницы, бинты, зеленку, все, что могла схватить, в шоке. Бегу эту женщину искать в рощу кофейную, где она рожает. Представьте себе просто картину такую, представьте. Ночь, уже к утру близится, грязь, идет дождь, и при свете мобильного телефона под кустом бананового дерева мы родили. Слава Богу, малыш в норме, здоровый, живой, мама счастливая, акушерка, то есть я перепуганная до полусмерти, чуть сама не родила, и я не была беременна, ну, неважно. Я очень испугалась. И знаете, почему мы это вам рассказываем? Потому что я знаю, что кто-то здесь сегодня есть, и Бог вас к чему-то призывает. Но вы думаете, что у вас не получится. Я не знаю, что это возможно, поехать на миссию, либо начать бизнес, либо поступить в колледж, может, жениться. Я не знаю, я не знаю. Но я знаю, что вы точно думаете, что вы это не умеете. Так вот, я вам хочу сказать, я не умею принимать роды. Особенно в Папановой Гвинеи. Ночью под кустом бананного дерева. Есть многие вещи, что я умею делать. Но я не умею этого, точно. Но Бог не зовет квалифицированных. Он квалифицирует призванных. Если сегодня Бог тебя зовет к чему-то, и ты думаешь, что у тебя не получится, рискуй с Богом. Иди с Богом. Без Бога не надо. Вот с Богом иди, Бог тебе поможет. Вот можно дальше. У нас все женские служения, но мы не в Папановой Гвинеи, поэтому я не буду затягивать служения. У нас нет времени об этом рассказывать. Можно дальше. Вот, можно здесь остановиться. Мы очень долго молились о том, чтобы у нас была школа. Почему? Потому что в Папановой Гвинеи люди очень сильно хотят читать Библию. Но есть одна проблема. Они не умеют читать. И я очень долго молилась. Я говорила, Господь, пожалуйста, пошли кого-нибудь. Ну, пускай кто-нибудь придет, и кто-нибудь начнет эту школу. Ты же видишь, что люди не умеют читать Слово Твое. Пускай кто-нибудь это сделает. И я очень долго молилась об этом. И потом Бог мне сказал, Ира, перестань это. Перестань так молиться. Ну, сколько уже можно? Сколько можно ждать кого-нибудь? Кто-нибудь не приедет. Кто-нибудь — это ты. Ты и есть ответ на твою молитву. И если ты этого не сделаешь, никто этого не сделает. И в прошлом году это большое чудо. Я не могу даже описать, как. Но мы начали школу. Прямо из ничего. Каким-то чудом к нам пришли учителя. Которые мало того, что они работают в школе обычной, в государственной школе, они еще и возрожденные христиане, которые знают Иисуса Христа. И вот они приходят ко мне и говорят, Ира, мы хотим учить у вас в школе. Я говорю, вау. Я их не звала, кстати. Говорю, вау, спасибо. Это классно. Но я вам платить ничего не буду. Вы будете работать бесплатно. Я ожидала, что они повернутся и пойдут. Но они не ушли, не сказали, без проблем, мы будем работать бесплатно. И вот на данный момент у нас есть сейчас, которые учатся прямо сейчас. Это 52 студента с 10 разных деревень. Некоторые из них, они встают ночью и идут пешком всю ночь, чтобы прийти к нам на занятия. Это бесплатная школа. Мы не берем с них платы. Мы сами покупаем им учебники, тетрадки, карандаши, ручки, чтобы они только могли научиться читать. Но не просто научиться читать, но научиться читать Библию. И очень-очень многие люди приходят к Богу через это. Сейчас мы хотим построить школу, чтобы они могли выйти. У нас три класса. И им негде заниматься. Они занимаются в школе, в хижине, и у нас дома. И у них нет даже стола. Поэтому молите, что Бог помог нам. Мы могли построить школу для них. И Слово Божие могло укореняться в их сердцах. Так что мы ездим в отдаленные деревни. И у меня уже есть примерно 20-30 братьев, которые очень любят Господа. И все хотят поехать. Но всех тяжело очень взять. Поэтому то беру одних, то других. И что мы там делаем? Мы едем туда, где люди еще не слышали о Христе, говорим Евангелие. Вот недавно мы ездили в одну деревню. Нужно было пройти 10 речек. Пройти. Иногда вода по колено, иногда по пояс. Речка очень быстрая. И мы проходили через вот эти реки. Потом мы сели в такой пикап. Ехали еще 4 часа. И после этого дорога закончилась. И вот там живут люди. Там нет ни машины, ни магазина, ни электрики, ничего. Даже мобильной связи там нет. Но там есть люди. И знаете, что? Вот именно там я пережил деяние святых апостолов. Когда мы приехали, один человек, он просто падает в ноги. И начинает поклоняться мне. Я его поднимаю. Говорю, я такой же человек, как и ты. Господу нужно поклоняться. Этот, как Корнилий, поклонялся Петру. Потом люди очень открыты были. И у нас было где-то 4 дня. Мы делали служение утром, вечером. И вся эта деревня, она приняла Христа. И люди, мы уехали оттуда, люди продолжали каяться. Потому что наши друзья, которые живут поблизости, они давали нам репорт. И слава Богу, что в этом мире еще есть люди, которые жаждут Христа. И в этом мире ничего не поменялось. Христос, он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он так же самое, как 2000 лет назад сегодня. Он так же самое любит. И он так же самое делает чудеса. Но самое главное, он так же самое спасает грешников. Поэтому слава Иисусу Христу. Так же мы ездим по тюрьмам. Это уже наши братья и сестры, братья, которые приняли Христа. Мы могли там говорить и в Англии, и они обратились к ним. Можно остановиться? Вернитесь на тюрьму. Спасибо. Я хочу еще немножко про тюрьму рассказать. Видите, вот эти люди, они стоят на коленях, они в тюрьме. И некоторые из них будут в тюрьме до конца их дней, пожизненно. Но когда они приходят к Иисусу Христу, они свободны. Как-то у нас в прошлом году, не в прошлом году, вот здесь, на Рождество, последний год на Рождество, к нам приезжала команда из Сиэтла. И тоже из славянской церкви, и они проводили лагерь. И когда ты по плану их не говоришь, у нас будет детский лагерь, приходят все. То есть дети, молодежь, старики, лысые, бородатые, дедушки, бабушки, ну все они дети. И они все приходят. Но будьте как дети в Библии, они исполняют Писание. И у нас был очень большой лагерь, скажем так. Там до 200 человек буквально. И вот подходит ко мне лидер лагеря и говорит, Ира, ты знаешь, что у нас в лагере скрывается криминал? Говорю, нет, я не знаю. А что? Оказывается, человек сбежал из тюрьмы. И вот он бежит из тюрьмы, сбегает, да, он бежит. И он видит, что у нас как бы, ну как сказать, общение, да? Хотел сказать, тусовка, но в общем, как сказать, лагерь у нас. Много людей, где можно затеряться. И вот он думает, почему бы мне не спрятаться здесь? И он как-то так затерялся между этими 200 молодых людей. Он спрятался. И знаете, когда я проповедовала, я не проповедовала, я переводила. Они говорили, я переводила их на Пиджин. И я сразу же узнала, кто он. Я видела, не потому что он как-то особенно выглядел, ну да, он выглядел особенно, но дело не в том, я увидела его глаза. Все это время он сидел вот так, с открытым том, с большими такими глазами, которые просто он, вот мне так казалось, что вся программа была только для него. И поэтому, когда он покаялся, я не удивилась. Я просто знала, что он покаялся. Что меня удивило, это то, что было дальше. Он начал приходить к нам в церковь. Его зовут Ауто. И как-то в воскресенье, после служения, подходит ко мне человек, такой прилично одетый молодой человек, там в рубашечке, как положено. И начинает со мной разговаривать, как будто я его знаю. Я говорю, привет. Ты сегодня первый раз в церковь к нам пришел. Как тебя зовут? И он называет свое имя, и я понимаю, что это тот же самый человек. Просто он помылся, поблился, переоделся и стал нормальным человеком. И он поменял свое имя на Даниэл, Даниэл Библейский. И вот Женя говорил, что он ездил в отдаленную деревню под названием 14. И в эту деревню он взял с собой вот этого Даниэла, который сбежал из тюрьмы, который покаялся. И вот этот Даниэл говорит свое свидетельство. Как отзыв на его свидетельство, очень много людей каются в деревне 14. И это заставляет Даниэла просто удивиться. Он в шоке, он не может поверить, что он сказал свое свидетельство, и люди покаялись. Он не верил в это. Зачем я это все рассказываю? Чтобы воззнать, слава Богу, это во-первых. И во-вторых, я хочу вам сказать, я не знаю, почему вы сегодня сюда пришли. Я не знаю. Может быть, вы просто пришли, потому что так надо. Возможно, вы пришли, вас кто-то пригласил, вам было неудобно отказаться. Возможно, вы приехали, потому что нужно на папуасов посмотреть. Ну и слава Богу, смотрите. Я не знаю, почему вы сюда сегодня пришли. Но даже если вы не ищете Бога сегодня, Бог ищет вас. У Бога есть план для вас. А у того, Дэниэл, он не искал Бога. Он не искал свободы, он не искал, где спрятаться. Но он спрятался, и он нашел Бога. Потому что у Бога есть план. Бог знал, что Дэниэл станет проповедником. Он знал, что Дэниэл будет ездить по отдаленным деревням, что он сейчас делает, и проповедовать. И у Бога есть план для тебя. Возможно, ты не ищешь Бога сегодня, но у Бога есть план. Посмотрите на этих людей. Они в тюрьме, но они свободны. Возможно, мы сегодня белые, и мы свободны. Ты сел на машину, поехал, куда захотел. Ты сделал все, что ты захотел. Но, возможно, ты находишься в тюрьме. Ты делаешь все правильно. Ты правильно выглядишь. У тебя правильный такой церковный говор, речь твоя очень церковная. Но, возможно, ты находишься в тюрьме, которую знает только ты и Бог. Сегодня Бог тебе говорит о том, что у Него есть сила, чтобы разорвать эти оковы. Нигде, Боже, ты не найдешь свободу. Только в имени Иисуса Христа и сила Его креста. Поэтому, друзья, если здесь есть люди, которые хотят принять Иисуса Христа, которые еще не каялись, а, может быть, ты каялся, и ты упал, ты ушел, ты оставил Господа. Сегодня будет возможность принять Иисуса Христа в свое сердце. Мы, как церковь Промисленд, уже смогли отправить несколько миссионеров. Мы вместе это сделали. Мы благодарны, что Папуанова Гвинея сегодня едет за пределы Папуанова Гвинея, чтобы нести Евангелие. Я помню, как в 2009 году Бог нам сказал про Папуанова Гвинея. Это было настолько нереально, настолько невозможно. Но с Богом мечты сбываются, если верить. И так как Бог сделал чудо для нас, и мы уже 9 лет служим Папуанова Гвинея, Бог использует сегодня нас, чтобы сделать чудо для других. И мы благодарны Богу за Лютера. Он смог поехать в Индонезию, на Бали, пройти миссионерскую школу 6 месяцев. И он был на миссионерской практике. Он проповедовал Христа в Индонезии, на островах, и даже ездил в Непал. Поэтому Папуасы сегодня служат в Непале. Слава Иисуса Христа. И также мы смогли отправить Августина тоже в такую подобную школу, только внутри Папуанова Гвинея. Он уже закончил обучение и на миссионерской практике. Поэтому молитесь. Лютер, он собирается вернуться в Индонезию уже на длительный срок, чтобы быть на миссии там. Молитесь за других людей. Очень много есть желающих. И чтобы Бог дал нам мудрость, кого именно нужно отправить, кто готов для этого. И чтобы Бог прославлялся через них. Мы расскажем буквально одну, наверное, историю жизни. Можно дальше. Вот. Эту женщину, останетесь здесь, зовут Той. Она ходит к нам в церковь. И вот как-то она пришла к нам на собрание, на малую группу. И когда она вернулась, она увидела, что там, где стояла ее хижина, теперь вот эта. Это просто пепел. И все, у нее сгорел дом полностью. И все, что у нее осталось, это старенькая мама, двое детей. И там пару кастрюль, которые не успели сгореть. И одежду, которую она одела. Это все. И мы это видели, у нее не осталось ничего. Полностью все пропало, сгорело. Я знаю, что сегодня вы вот здесь сидите и слушаете. Я знаю, что у большинства из вас не сгорел дом. Но, возможно, кто-то из вас чувствует себя сегодня на развале на своей жизни. Вы понимаете, что у вас ничего не осталось. Может быть, ваша семья рушится. Возможно, вам поставили диагноз. Возможно, что-то, что вы запланировали. Вы думали, что так случится. Но сегодня, видите, так не будет. И я хочу вам рассказать историю той, чтобы вы ободрились. Вот эту фотографию мы сделали в июне. А теперь можно следующую. Вот это на том же самом месте, но уже в августе. Спасибо всем, кто молился, жертвовал. Мы могли построить дом для нее. И, знаете, вот этот дом, который сейчас вы видите, это очень крутой дом. Вот не надо так на меня скептически смотреть. Я вам говорю, это правда. По плану и вне не каждый может позволить себе жить в таком доме. Почему? Объясняю. Во-первых, там железная крыша. Железная крыша, это значит, что когда идет дождь, то тебе не нужно свою кровать передвигать взад и вперед по хижине, потому что она не протекает. Во-вторых, там есть двери, которые закрываются на замок. И, в-третьих, там есть окно со стеклом и решетками. И это очень-очень шикарный дом по папуасовским меркам. Не все так живут, очень многие хотят. Но почему я это вам сегодня рассказываю? Часто мы думаем, что Божье благословение в том, что Бог дает. И это так. Но очень часто Божье благословение не в том, что Он дает, а в том, что Он забирает. Если сегодня ты видишь, что Бог забирает что-то у тебя, что-то, что очень дорого, самое дорогое у тебя, если Бог забирает, не держи его. Отпусти. Возможно, ты сейчас стоишь на пепле твоей жизни, на развальных твоей жизни, но знай, там же, где ты видишь пепел, Бог что-то строит. И Он хочет построить что-то очень, что будет прекрасное. И то, что будет намного больше и лучше, чем то, что было, и чем то, что ты можешь себе придумать даже. Вот как это было с той. Это не просто картинка. Вы обратите внимание, автобус, три человека, три руки держат шифер. Знаете, о чем это говорит? Работа в команде. Мы как церковь сегодня, мы призваны к миссионерскому служению. Можно просто представить, что автобус, это как здание церкви. Вот церковь, мы все знаем, что церковь – это люди, которые верят в Иисуса Христа. И вот внутри люди – это церковь. И мы как церковь сегодня призваны быть миссионерами. И есть три вида миссионеров. Даже, можно сказать, четыре даже есть. Но мы говорим сегодня о троих. Первые – это те, которые едут. Это то, что сделали мы. Мы поехали, мы счастливы. Это центр Божьей воли для нас. И несмотря на то, что мы жили в хижине, готовили на костре, по нас прыгали крысы, мы счастливы. Несмотря на то, где мы живем, в каких условиях. Потому что мы видим, что наша жизнь приносит плод Господа. И если, может быть, ты сегодня слышал это свидетельство, и Господь зовет тебя на миссию. Библия говорит, встань и иди, прими решение сегодня служить, ехать. И мы вас приглашаем по Пану Агвинею. Команда Сиэтлась, Первая Украинская Церковь, уже ездила к нам. Все выжили, слава Богу. Все нормально, всем понравилось. Поэтому мы приглашаем вас. Потому что вы уже едете вместе с нами в молитвы, в финансах. И я верю, что вы созрели, как церковь, поехать целесно тоже. Поэтому молодежь, молодежные лидеры, пастыря, добро пожаловать в Пану Агвинею. Есть второй вид миссионера. Вернитесь, пожалуйста. Это миссионеров молитва. Вторая рука. Это люди, которые молятся. Это люди, которые понимают, что много молитвы, много силы. Это люди, которые знают, что молитва доходит туда, куда письма и деньги не доходят. И мы нуждаемся в ваших молитвах. Ваш пастырь, он нуждается в ваших молитвах. Ваши служители, они нуждаются в ваших молитвах. И ты сегодня, может быть, у тебя нет призвания ехать, но ты можешь молиться. И через молитву мы сегодня можем поехать в любую точку мира. Ты сегодня можешь быть миссионером до края земли. Как? Примерь решения, допустим, молиться за Непал, или за Сомали в Африке, или за Северную Корею. Молить за эту страну каждый день, молить за миссионеров. Вот ты и миссионер. Просто в молитве. И это тоже очень важно. Есть третий вид миссионеров, это миссионеры в финансах. Может быть, у этих людей нет призвания ехать или молиться долго за миссионеров. Но их призвание, они могут заработать деньги и час пожертвовать на миссии. И это тоже очень важно. И я хочу сразу же сказать, что и те, кто едут, и те, кто молятся, и те, кто жертвуют, они все равны. Нельзя сказать, что те, кто едут, они круче тех, кто там молятся, допустим. Что те, кто молятся, они так немножко миссионеры. Те, кто жертвуют только и посредине, а те, кто едут, это уже настоящее. Нет, в Божьих глазах все одинаково. Это работа в команде. Это работа. Если бы только один человек держал этот шифер, он бы его удержал бы? А если бы только два человека держали этот шифер вот с левой стороны, тоже было бы сложно. Нужна работа в команде. И тогда это будет хорошо и принесет плод Господу. Я хочу спросить, когда вы в последний раз благословляли вашего пастыря? Я хочу, чтобы вы сделали что-то для ваших пастырей. И меня никто не просил об этом говорить. Но часто мы помогаем всем. Часто мы жертвуем для всех, а своих забываем. Поэтому сделайте что-то для вашего пастыря. Например, возьмите его в магазин, купите ему новый костюм. Только так, чтобы никто не знал, а то ему будет неудобно. Сделайте это втайне. Или купите ему новые туфли. Или купите ему новую шину. А может быть, у вас есть возможность купить ему новую машину. Благословите, купите. И Бог благословит вас. И четвертый вид миссионеров. Вот в этом зале я знаю, ну можно сказать, даже три миссионера я могу назвать. Это еще четвертый вид миссионеров. Это очень особенные люди. Это люди, которые являются мостиком между миссионерами церковью. И в вашей церкви, вот допустим, я общаюсь с Инной Гоменюк. Правильно фамилию я назвал? Инной, которой мы с ней общаемся. И вот она является мостиком между вами и мной. Также, почему мы находимся здесь в Америке? Потому что два года назад Олег Бубняк, он пригласил и сделал визу для нас. И он стал этим мостиком и открыл для нас возможность сегодня стоять здесь. Почему мы сегодня вот есть здесь? Потому что есть вот Игорь и Ира Парфенов, которые пригласили нас. Которые принимают нас как ангелов у себя дома. И которые организовали вот эти все встречи. И мы можем быть... Мы просто приехали, они уже такой раз список составили. Мы едем туда, туда и туда. И это тоже очень важное служение. Это четвертый вид миссионеров. И не все могут поехать, но кто-то может молиться, кто-то жертвовать. Может, Бог хочет вас использовать, стать вот такими людьми, которые будут соединять миссионеров в церкови. И это тоже большое благословение. Поэтому спасибо, друзья, всем, кто служит. Спасибо всем, кто едет на миссию. Спасибо всем, кто молится, жертвует на миссии. И спасибо всем, кто является этим мостиком. Спасибо, друзья, что благодаря Бог использовал вас. Это не вам слава, Богу только. Но мы как одна команда можем сегодня... Зачем мы это все делаем? Для того, чтобы Царство Божие расширялось и распространялось до края земли. Окей, что сегодня делаешь ты? Держитесь, это последний слайд. Держимся. И кроме того, это наша последняя церковь. Перед тем, как завтра мы уже сядем в самолет, чтобы тетя пополнил их внею. Так что держитесь уже скоро. Мы тоже держимся. Мы тоже все вместе держимся. Вот эта фотография, она сделана в очень отдаленной деревне. Чтобы попасть в ту деревню, нам пришлось идти пешком целую ночь. И я не говорю о том, чтобы идти пешком по шоссе, по дороге. Ты идешь пешком через джунгли, по речкам, не по мосту, не помните меня неправильно. Ты пересекаешь речки, ты идешь по горам. Это была ночь. У нас был очень маленький фонарик, ничего не видно, куда ты идешь. У меня порвались шузы мои, обувь моя порвалась, я их выбросила. Я не думала, что я вообще могу дойти до той деревни, честно. Но, слава Богу, я была там. И знаете, это того стоит. В той деревне там нету ничего. Там нет электричества, нет мобильной сети. На всю деревню нет ни одного магазина. И ни одной машины. И даже колеса от машины. И даже поломанной какой-то машины. Вообще нет машины никакой. И, ну, знаете, что там есть? Там есть люди. И люди, они такие же, как и мы. Нас часто в Америке спрашивают. Это меня так обижают, что я даже сказать не могу. Они спрашивают. Ну, как вы там с дикарями? Я хочу вас спросить, а как вы тут с дикарями? Эти люди не дикари. У них просто другой цвет кожи, и это все. Они такие же самые, как и мы. Они такие же самые, как и вы. Они думают, как мы. Они переживают, как мы. Они любят, как мы. Они боятся, как мы. Они хотят верить, как и мы. Но для того, чтобы верить, нужен кто-то, кто пойдет и скажет им о Боге. И, знаете, вот эта фотография очень... Такой менталитет всей попановой гимны. Не знаю, как значит в Америке, но вот у попасов так. Знаете, в чем он? Один человек работает. Видите, я перевязываю рану вот этой женщине. И при этом 50 человек смотрят, комментируют и подсказывают, как надо лучше. У нас тут, мы уже приехали тут. И все нам и тот, и тот, что... Тю, а что, козу нельзя было завезти? Не, ну приезжайте, заводите козу. Кто же вам мешает? Никто же не мешает. Двери открыты. Я не хочу, чтобы мы сегодня просто посмотрели. И, знаете, мы приехали сюда очень издалека. Мы взяли 4 самолета. И это заняло примерно неделю. Вот мы завтра вылетаем отсюда, и мы приедем к Пановой Гвинеи в пятницу. И мы не приехали сюда так издалека просто, чтобы вас пощекотить. Или просто, чтобы вас развлекать, рассказать вам красивые истории. Мы не приехали, чтобы вы сравнили себя с нами. Не сравнивайте себя с нами. Мы не приехали, чтобы вы сравнили себя с папуасами. Не сравнивайте себя с папуасами. Но мы хотим, чтобы вы сегодня спросили у Бога, где моя Папуановая Гвинея? Где она? Если это настоящая физическая Папуановая Гвинея, приезжайте к нам, мы очень будем рады. Но возможно, я просто предполагаю, я не знаю, возможно Папуановая Гвинея для тебя, она здесь. Или в другом любом месте. Вы знаете, возможно тот сосед, который живет рядом с тобой, тот подросток, может быть твой сын, я не знаю. Но возможно он более не достигнут, чем вот люди в этой деревне, куда нужно идти пешком всю ночь. Мы не знаем. Я не знаю, что он делает за компьютером в 2 часа ночи, я не знаю. А кто знает? Кто их достигнет? И знаете, когда мы рассказываем тут в Америке, и вообще по церквям везде, и говорим про Мануэля, про бедных людей с Упановой Гвинея, и всем нас так жалко. Вот я не знаю, чего вы на жалете, но всем так жалко. И все переживают так. А когда мы говорим, что вы повели своего пастыря в ресторан или купили ему, опу, все смеются. А что вы смеетесь? Возможно, это твой труд здесь. Возможно, Бог тебя поставил здесь, чтобы ты приготовил пирог и отнес жене пастыря. Я не знаю. Спроси у Бога, где твоя Папуановая Гвинея? Вы знаете, в мире очень много нужды. И я знаю точно, что мое призвание от Бога это Папуановая Гвинея. Я не просто пошла за мужем. Я знаю, что Бог призвал меня туда. Но в мире так много нужды, я могу оставить Папуановую Гвинею. Вот в Африке, например, люди с голоду умирают, сирот очень много. В Китае гонения, в Шри-Ланке, слышали, да? Ну, все плохо. В мире очень много. В Украине война идет, в конце концов. Очень большая нужда. Я могу оставить Папуановую Гвинею и уехать в любую другую точку земного шара и быть очень занятой для Бога. Я буду делать очень много для Бога. Я буду проповедовать, я буду кормить сирот. Я буду, ну, вот все делать. Очень-очень занятой буду для Бога. Но знаете что? Бог не будет доволен. А знаете почему? А Бог меня не звал в Африку. Бог звал меня в Папуановую Гвинею. Ты можешь быть очень занятой для Бога. Но дело не в том, что ты делаешь и как ты занятой для Бога. А дело в том, послушен ли ты голосу Божьему. Так что спроси у Бога, где моя Папуановая Гвинея? Где центр Божьей воли для меня? И как только ты найдешь центр Божьей воли для тебя, ты будешь самый счастливый в этом мире. Слава Богу. Потому что центр Божьей воли – это самое лучшее место в мире. Слава Богу, у нас есть не четыре, а пять молитвенных ночь. Первое, самое важное, мы забыли записать, это люди. Мы молимся, чтобы Бог дал нам одну или две семьи, как мы, которые готовы оставить все, свою семью, самую лучшую церковь в мире, город, страну, и поехать по Папуановой Гвинеи, чтобы вместе с нами там развивать служение и расширять Царство Божие. Поэтому, может быть, здесь есть эта семья. Пожалуйста, присоединяйтесь, и мы вместе будем, как одна команда, там служить Господа. Если вы не готовы приехать на длительный срок, приезжайте на короткий срок. Вы проверите, как проверить себя, ты миссионер или нет? Нужно поехать и попробовать. Как узнать, ты любишь шашлыки или нет? Нужно попробовать. Правильно? Поэтому попробуйте себя в миссии. Также мы молимся, чтобы построить школу, классную комнату для нашей школы, Юра рассказывала. У нас есть одна семья, и они хотят поехать в миссионерскую школу. У них есть видение организовать новую церковь внутри Папуановой Гвинеи, от нашей церкви. Молитесь за них. Мы молимся, чтобы приобрести маршрутку, грузовик, обычный грузовик, чтобы собирать людей в церковь и потом отвозить их домой. Также у нас есть книга, она называется «Мечты сбываются, если верить». Она на русском языке. Моя жена – это не просто миссионер, она также писатель от Бога. Эта книга, тут есть еще много картинок. У нас есть несколько штук. Мы ее не продаем, но отдаем за добровольные пожертвования. Кому интересно, после собрания подойдите. Но мы хотим, чтобы вы сегодня помолились, мы вместе, чтобы перевести эту книгу на английский язык. Если в зале есть переводчик, или вы знаете того, кто может это сделать, дайте нам знать. Это наши контакты. Я хочу вместе с вами прочитать несколько текстов из Библии, и мы будем молиться. И сразу же хочу сказать, что если в этом зале есть люди, которые хотят принять Иисуса Христа в свою жизнь, которые еще не покаялись, может быть, вы живете двойной жизнью, может быть, выходите в церковь, но у вас нет личных отношений с Богом. Сегодня хорошее время посвятить себя для служения Христу. Потому что покаяние – это не просто магическая молитва. Покаяние – это решение идти за Христом. И если здесь есть люди, которые приняли твердое решение идти за Христом, просто попросите у Бога прощения за те грехи и ошибки, которые вы делали раньше. Откровение Иоанна, 2 глава, 2 стих мы читаем. Иисус Христос, можно даже с 1 стиха, Он обращается к церкви. Можно даже представить вот ангелу 2 славянской церкви на пише. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, то, что ты не можешь носить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Не имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину святильник твой с места его, если не покайся. Бог Иисус, Он обращается к церкви, к нам, братьям и сестрам, и Он говорит, вы хорошие братья и сестры, у вас есть терпение, труд, любовь, много хороших качеств, но есть что-то, что Богу не нравится. Я хочу, чтобы мы сегодня могли проверить каждого себя. Не надо проверять своего соседа, или своего мужа, или своих детей. Проверь себя сегодня. А имею ли я первую любовь? Или я стал тепленьким? Как проверить? Очень просто. Вспомните то время, когда вы только покаялись и приняли Христа. Кто помнит день покаяния? Если ты искренне покаялся, ты помнишь этот день. Как мы горели для Господа. Мы хотели горы перевернуть, всем рассказать про Христа. Библию читали в захлебках. Молились очень долго и много. Если что-то изменилось, если наши обороты, то, как мы раньше познавали Господа, сейчас, знаете, раньше ты познавал Господа хорошо, а сейчас так, знаешь, начал пробоксовывать. Значит, ты остыл. Может быть, раньше ты смотрел на Христа, а сегодня ты ищешь земные блага, ищешь земные. Может быть, раньше ты искал Царство Божьего, а сегодня ты укоренился в ценности этого мира, в работу, в суету. И сатана, знаешь, сатана, он не против, чтобы мы ходили в церковь. Сатана, он не против, чтобы мы ходили в церковь. Но он сделает все возможное, чтобы у нас не было времени помолиться и читать Библию. Он сделает все возможное, чтобы мы стали фарисеями, законниками. Сатана, он не против, даже, чтобы мы читали Библию. Но он сделает все возможное, чтобы мы не исполняли то, что здесь написано. Сатана, может быть, не против, чтобы мы молились. Но он сделает все возможное, чтобы мы не молились искренне, а молились заученными молитвами на отцепись. Я хочу, чтобы ты и я, мы сегодня проверили себя. Как я молюсь. А читаю ли я Слово Божие каждый день? Или так, иногда, под настроением? И используя любую возможность, чтобы проповедовать Христа. Или так, когда вдохновение приходит раз в годах. Еще одно место, и мы будем молиться. Если Господь побуждает тебя сегодня принять Иисуса Христа, можете выходить наперед. Евангелие от Иоанна, 21-15. Когда Женя и Петр, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Я верю, что сегодня Иисус, Он очень серьезно задает этот вопрос тебе и мне. И Он спрашивает, Женя, Ира, Сергей, Саша, Наташа, Владимир, «Любишь ли ты меня больше, чем другие?» Можешь ли ты сказать сегодня, «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Или твое христианство, оно заключается в том, что мы уже на пять минут опаздываем, «Все, спасибо, Господь, я два часа отсадел, все, я пошел». Как ты любишь сегодня Иисуса? Можешь ли ты сказать, что ты любишь Его всем своим сердцем, всей душой? Готов ли ты умереть ради Христа? На что ты готов ради Христа сегодня? Хочу, чтобы мы сейчас молились, если кто хочет, пожалуйста, выходите наперед, пастырь помолится вместе с вами, кто хочет покаяться. Может быть, ты ходишь в церковь, ты в служении, но ты духовно заснул, может быть, ты остыл. Пожалуйста, друзья, я хочу попросить, чтобы мы сегодня знали вот эту маску религиозности, маску «Все окей». И чтобы мы сегодня могли искренне, честно, проанализировать себя. А горю ли я сегодня для Господа? Если я и ты, если мы сегодня каждый день не читаем Библию, не молимся, мы убегаем от Бога, как сделает Иоанна. И за это нужно покаяться. Простая истина. Читать Библию каждый день. Если ты этого не делаешь, ты духовно остыл. Если ты молишься так иногда, а у тебя нету личного времени с Богом каждый день, это мы убегаем от Бога, как сделает Иоанна. Поэтому, кто хочет покаяться, кто хочет, чтобы пастырь за вас помолился, чтобы мы за вас помолились, пожалуйста, чувствуйте свободно, выйти наперед. И мы помолимся.